книга открытым оком том 8 тема политика вопрос 2147 при изъятии церковных ценностей в 1918 году пострадало очень много служителей церкви что они должны были делать когда у них насильно отнимали церковный утварь отвечает игнатий тихонович папкин не нужно было слушать иосифа волоцкого и других жаждавших обогащение церкви и не было бы изъятий того чего нет а если уж накопили что-то им подарили то разве не было случаев от этого избавиться притворить все это в хлеб и кормить бедных ударились в сохранение бисера девства и не вопили что девы далеко не все войдут на пир им и детство нисколько не поможет если внутри будет пустота лука 13 25 цитата когда хозяин дома встанет и затворит двери тогда вы стоя вне станете стучать в двери и говорить господи господи отвори нам но он скажет вам в ответ не знаю вас откуда вы матфея 25 11 12 не из богатых ли монастырей из пустыни пришли кавычки закрыты житие святителя кирилла архиепископа иерусалимского день памяти 18 марта по старому стилю кавычки открыты но так как голод не прекращался и помочь было уже нечем то святой кирилл начал продавать церковные вещи золото серебро и ценные завесы покупая на вырученные от продажи деньги пшеницу для голодающих в это время появился слух что будто бы в городе видели какую-то женщину плясавшую священном облачении на улице на вопрос откуда ею получена священная одежда женщина отвечала что она приобрела ее у одного купца причем назвала и его имя спрошенный в свою очередь купец сказал что одежду для продажи дал ему сам архиепископ неизвестно было ли все это на самом деле или нет но только слух дошел до митрополита акакия который счел его достаточным для обвинения святого кирилла на созванном им соборе он предложил извергнуть святого кирилла как обесчищившего продажей у священный предмет на что собор изъявил свое согласие